На экспозиции в музее, что находится в Атриум Палас Отели, художник и доцент кафедры рисунка Уральской государственной архитектурной академии Мирза Авесоглы Мамедов выставил 72 работы. Они написаны в разных техниках. Рисунки выполнены маслом, пастелью и карандашом. Я думаю, что хорошо, что я сделал серые карандашные графики, в том числе и выставил живопись, постарался показать здесь силу и карандаша и бумаги. На выставке присутствовали не только родственники, друзья, коллеги Мирза Мамедова, но и вся художественная элита Уральской столицы. На торжественной церемонии открытия было сказано множество слов благодарности и восхищения мастером и его работами. Мирза, мы очень рады за тебя, спасибо тебе за выставку и насыщен вот внутри, в твоем душе дыхание. Приветственное слово держал Алексей Лопата, завкафедра рисунка Уральской государственной архитектурной академии, искусствовед и критик Светлана Толганова, Елена Артюх, руководитель юридической компании Лев, ректор Екатеринбургской академии современного искусства Сергей Кропотов, а также друзья художника, как говорит сам Мирза, по Солнечной Республике. Для нас, для азербайджанцев это еще одна победа, еще одна победа нашей дружбы, дружбы между Азербайджанами и Свердловской области, дружбы между Азербайджанами и Российской Федерацией. Мы очень гордимся нашим телевиком, Мирза, Мамедович, членом Союза художников Российской Федерации. Он один и единственный у нас такой, на весь Урал и Север Дальний Восток. Так что мы еще раз поздравляем вас с выставкой, желаем вам удачи, благополучия, дальнейшего успеха. Мирза Мамедов уже сложившийся, несомненно, талантливый художник с очень самобытной палитрой, по-особому чувственной и стильной. Порой кажется, что краски в его работах живут сами по себе, то трепетно мерцая, то нежно переливаясь. Мирза замечательный художник, и мне импонирует в нем очень много качеств. Одно из главных качеств – это то, что он художник размышляющий, в нем в основе лежит всегда какая-то любопытная и, в общем, оригинальная, нестандартная мысль. Кроме этого, он обладает великолепным, живописным и графическим мастерством. В его работах всегда есть элемент очень красивый, декоративный, который соединяется с глубиной его размышлений, и это очень пленительно. Мирза на открытии выставки уделил внимание каждому пришедшему. Пообщался со студентами, приветствовал старого друга, директора художественной школы Галину Бутакову. Она призналась, что восхищается техникой Мирзы и своим ученикам, как и хозяин выставки, преподает не только академический рисунок, а старается воспитать в детях умение думать, чувствовать и полностью отдаваться созданию картины. Галина Ивановна пообещала, что обязательно приведет своих воспитанников на выставку и познакомит их с открытой неканонической техникой азербайджанского художника. Творческая манера, которая здесь показана, она как бы не совсем приемлема в образовательном процессе, поскольку в художественной школе работают. То есть у нас основной идет, конечно, академический рисунок, а творческое направление в рисунке, оно предполагает разные манеры исполнения. И вот для меня почему это, ну как бы такой хороший глоток воздуха, свежий. Сегодня впервые посетила, нам рассказали на предмете истории материальной культуры, и мы решили посетить, так как нам близко по нашей специальности. Я учусь на дизайне интерьера, и мы решили посетить, посмотреть чему-то новому, может какие-то приемы заимствовать. Ну, в общем, это интересно. Все представленные картины – сочетание смелых ракурсов, композиционных сдвигов и уверенных линий. Перед нами настоящие серьезные полотна, сделанные рукой мастера. Много живописных работ здесь, я увлекаюсь, как бы, у меня цветная графика, особенно есть, как бы, портреты представлены, в этих портретах попытки передавать образ, сюжет, образ, настроение передавать. В галереи его образов известные политики и бизнесмены, светские красавицы, герои любимых фильмов и, несомненно, дети. Лица на портретах Мамедова светятся. Светятся потаенным, еле уловимым, но очень ярким и живым огнем. Огонь – бессменный натурщик художника. Он накрепко связан в понимании Мерзы с домом, пристанищем и уютом. Недаром свою первую персональную выставку он называет «Очаг живопись, пастель, карандаш». Жар с его картин мы ощущаем почти физически. Еще очаг – представление художника, родное место, куда человека тянет неведомой силой. Мерза признается, что подобных очагов родин у него два – Россия и Азербайджан. «То, что я сделал за эти годы в этом городе, начало моей страны, и Азербайджану, и Россию». Судьба художника тесно связана с этими государствами. Мерза Авес Аглы Мамедов – член Союза художников России. Родился 1 сентября 1961 года в поселке Бородигях, Масалинского района, Азербайджанская СССР. Его дед Агбер – профессиональный борец. Отец – Овес Мамедов, мастер спорта по тяжелой атлетике. Все думали, что Мерза также свяжет свою жизнь со спортом, но он пошел своей дорогой. В 1991 году поступил в Уральский архитектурно-художественный институт и через 6 лет получил диплом по специальности «Монументальная живопись». На сегодня у Мерза Мамедова двое детей. Сын Агбер – студент факультета архитектуры Уральской государственной архитектурной академии. Дочь Ламан окончила Екатеринбургское художественное училище имени Шадра по специальности «Дизайн». В 2011 году Мерзе Мамедову была присуждена медаль Российской академии художеств. Он продолжает рисовать и будет рисовать всю жизнь, вкладывая в каждую работу часть своей души и любовь к родине. Сегодня на открытии присутствовали делегации, а также из Азербайджана, генеральный господ Азербайджана Султан Магомедович, кому я очень благодарен за то, что иногда звонит, беспокоится, что нового и новой картины появляется у меня. Я думаю, моя выставка, несмотря на то, что я давным-давно уехал своей исторической земли, Азербайджана, я являюсь гражданином двух государств, двух страны. У меня существует любовь и Азербайджану, и, естественно, и Россию. Мерзам Мамедов предельно искренен в своих работах. Его работы просты и не поражают роскошью изображенных предметов. Зато удивляют богатством цвета и света, и тем, что каждый штрих в них несет в себе особую одушевленность, высокий психологизм бытия и щедрость мгновенных настроений. Субтитры создавал DimaTorzok